Привет, с вами я, Анатолий Шири, человек, которому грустно без видосиков Анатолия Ширия. Но начнем мы с невеселого, это мой мини-дайджест. Начнем с невеселого. У Ставчинецкой загальноосвитной школы навчается 94 детей, 14 из них же... В чем дело там? Местные чиновники выделили школе автобус. Автобус купили на средства какого-то фонда, но явно не из своих денег. И дети стоят в вышиванках, и вышиванки одеты поверх свитеров. А раньше эти дети в школу ходили несколько километров. Живут далеко. До этого часа школяри діставались навчального закладу, кто как мог. Когось батьки везли на велосипедах, кто щодня долав кілька километров пешки. Километри ходили, вот теперь у них такая радость, их всех построили. И построили их, и там стоит как раз местный чиновник. Чиновник одет, ну, по-простому, в дубленку. В будущем именно школа у Ставчинцях станет опорной, поэтому ей и приделяют наразе наиболее уваги. И я понял, в чем фишка, почему на свитера одели эти вышиванки. Потому что ужасающе холодно там. Холодно. Вот чиновник стоит, допустим, в дубленке. А детей, если их одетыми поставить, то они, получается, будут типа без вышиванок. Без вышиванок не так красиво. А вот так вот, как раз таки в самый раз. Ну и фотография. На фоне детей, на фоне автобуса, чиновника, понятно, и детей выставили на улицу. И тоже в вышиванке. Для того, чтобы красивее была фоточка. Видите, они довольны. И чиновник доволен. Смотрите, что они делают. Видите, что делает эта девочка? Я намеренно нашел прогноз погоды в этих стувчинцах. И оказалось, что там 3 градуса тепла было. 1 градус, 3 градуса, 2 градуса. Но чего не сделаешь ради хорошей фотки, правда? Иногда такая ярость берет. Такая бессильная злость. Знаете, приехал пан и выставил своих крепостных на морозе. Ну, главное, чтобы фоточка была красивая на фоне автобуса, который, к тому же, не он купил. Телеканал 1 плюс 1 рассказывает о том, сколько у Гройсмана денег. Два будинки на Вінниччині, загальною площою 995 метрів, 4 земельні ділянки, разом майже гектар, 2 квартири на 484 квадрати загалом, 2 джипи, 2 млн 300 тис. грн. И понад 16 тис. евро на банковских рахунках и готівкою. Майже 4 млн в грн, 1 млн 200 в доларах. Ну, в общем, вот такое. Но я сейчас вам покажу, что она сказала перед тем, как вот это рассказывать. Отже, премьер Гройсман, он в политику пришел из бизнеса, уже не бедною людиною, до того ж, практически первым из урядовцев задекларировал свои статки. Ну вот, конечно же, это я уже слышу на протяжении пары дней же. Пришел из бизнеса. Правда, она не уточнила, когда он именно пришел в бизнес, а потом пришел в политику. Он пришел в бизнес в 16 лет. И там, потому что начал рулить рынком, который принадлежал его папе. А вот в саму эту самую политику он пришел 11 лет назад. Представляете, как человек накопил на этом рынке, что спустя 11 лет, когда он уже в политике, он вдруг демонстрирует 1 млн 200 тис. долларов наличными. Ну остались сбережения просто. Вот я слышу эту отмазку, и я думаю, им самим не смешно, кто-то в 94-м году колготами торговал. Я пришел, говорит, из бизнеса. Ну чего ожидать от телеканала, который вот такое демонстрирует. Новости недели. Я хочу посмотреть новости недели. Пымс. Хутор ТВ приветствует вас. Как будто бы трансляция у них идет на село 50 лет без урожая, а не на 40-миллионное государство. Ну теперь о СТВ. Они рассказывают о том, как вот украинка в Канаде учится. И там даже интервью с этой кияночкой, и она такая киянка, судя по акценту, как я махачкалинец. Это, в общем, и Канада не дает им денег в основном, и они должны вынуждены работать там, прямо в Канаде. Канада очень редко надает полные гранты на учения. На том, что захочет студентов начать работать, саме тут, на кампусе. Можно и снег пробрать, и ассистентом профессора влаштоваться. И вот уже показывается, как Варвара, в общем-то, работает. Надо перекладывать речения с английской мовой на российский. Преподаватель должен быть вот так вот. Я там не понял, что она на самом деле делает, потому что она зачеркивает L, мягкий знак, и пишет вроде бы как L, мягкий знак. При этом в предложении там звучат вот так. Кто преподаватель? Это. Кто школа? Это. Ну, и это, и Варвару не смущает. Короче, мало того, что, по всей видимости, Варвара немножко туповата, но я не понял, почему русский текст? Это все пилокий. Монетизовать можно будь-якие знания. Да-да, это все ошибки. Варвара трудится, Варвара работает. Что мы знаем о Варваре? Мы знаем, что Варвара троллит русских. Вопросы для русских. Она украинка, рассказывает каянка. Никакая, конечно, не каянка. Демократия в России, но ее очень волнует Россия. Предлагаю полностью местами РПЦ, Роскосмос. Какое тебе дело до Роскосмоса? Украина, разрыв шаблонов для русских. Самое печальное, люди в России реально не находят ничего аналогичного. Как вы стали украинским националистом? На нас напала Россия. Ну да, относительно Бандеры это звучит интересно. Грушевского тоже. Ну и Мустафы. Вот, у нее на фейсбук, смотрите, Путин сдавайся. Москвич, холодильник медленно, но уверенно, все же начинает побеждать, пишет Варвара. При этом находится она в Канаде и оттуда горячо, горячечно даже поддерживает Украину. Вот здесь она свободу Нади Савченко. И при всем при этом, па-бам! Украинка Варя нині ассистент професора з російської мови. З якой? З російської мови. З російської мови. З російської мови. Ну, скорее всего, просто професора по украинскому языку она не нашла. Нет в Канаде таких, понимаешь? И учить некого украинскому языку. Вообще-то занимательно. Патриотка Варвара сидит за океаном, строит из себя патриотку Украину. Постоянно троллит россиян, хотя какое ей дело до России, украинке в Канаде. И при этом она помогает в изучении русского языка. Да это же просто 5 баллов. 10 из 10. Ну, а теперь фейк. Хех, старый добрый фейк. Что не так с украинской мовою, нещодавно вырешили пояснити российские майстри телевизионного зомбувания. В стране разворачивается кампания по замене иностранных, в основном русскоязычных слов, неологизмами. Мастера зомбирования объяснили, что не так с украинским языком. Резальник вместо хирург, трупарня, а не морг. В якости інших варіантів хвороблива фантазія мовознавців намалювала дрібноживців замість микробів. Все, чознавця замість уролога, а замість ерекції – розпускання, набубнявіння. Больная фантазія российских псевдожурналистів, видите, нарисовала у них в голове вот такие вот определения вместо давно известних. Придумують же такое. Фейкомёты. Дальше они долго-долго смеются над Азаровым, кстати, над Аваковым, который точно так же знает украинский язык. Они никогда не смеялись. Совпадение, наверное. На прохання російських СМІ с задоволенням прокоментував уже винайдені ними начебто украинские слова. Как будто бы украинские слова придумали их россияне. Ну, вы слышите, да, что говорят? Микроб, да, хирург и морг. Бред какой. Такие слова выдумали, что просто капец. Трупарня там, как там, микроб. Я даже не помню, как они там выдумали. Так вот, ну вот, смотрите, попробуйте выговорить Билирубин, да? Жовто-червоно-барвинг. Угар, просто угар. Выдумают, сами выдумали фейк, пригласили Азарова, чуть не сказал, кстати, Авакова. И он всё это озвучивает. Бред какой. А тем часом одні з тамтешніх шкіл взялись вивчати етимологію своїх термінів. Святая Русь. А тем временем, говорит. Ну, с Азаровым вот это вот видео в России вышло не так давно, что значит, а тем временем. Тем временем уже прошло. То время давным-давно прошло, потому что эту тётю, как минимум, вот, публиковали 4 сентября 2015 года. Теперь разберёмся с Азаровым. На самом деле находим такую запись у него на Facebook, что, мол, недавно он увидел, попался мне на глаза один материал, в котором обосновывали, бла-бла-бла. И вот здесь вот он как раз таки рассказывает. Микроб, дрібноживець, морг, труп парня, а хірург – різальник. Это то, что он как раз сказал в передаче в российской. И прутный напряг. В очевидь про фантазию цих филологов мог бы немало розповісти дідусь Фрейд. Фантазёр, ты меня называла, знаете. И украинские СМИ на все лады начали смеяться. Труп парня вместо морга Азаров на российском. Беглый экс-премьер появился на российском телеканале, где придумали очередной фейк. Ну, а украинские СМИ, понятно, фейк разоблачают. Вот Аронец, представитель свободы, рассказал, что навчило мене новых украинских слив. Это очень смешно. Труп парня, ха-ха-ха, різальник замес хирурга. Да це дуже смешно, Олесандре. Вот, труп парня, это РБК Украина, на секундочку. Смеются над словарем Азаров. А у нас только что и делают, что смеются. Сети высмеяли. Азаров нас смешил в соцсети, я так и знал. А они только и делают, что смеются. Такие смешливые вообще все. Азаров теперь выступает на Рост ТВ. Фейк, фейк, в программе вместе на телеканале МИР. Они, вот видите, труп парня, это уже так смешно. Основой передачи стал очередной фейк российской пропаганды. Мне так нравится. Вот у этой помойки, кстати, у них ничего нет, кроме электронного адреса. Мы пытались найти их настоящий адрес, чтобы пи*** им дать. Но не вышло. Но они тоже считаются СМИ. Ну и Апостров, конечно же. Когда-то мне говорили, что это средство массовой информации. А теперь мы начинаем рыться. Чук-чук-чук, копаться. И накапываем публикацию в газете «Наше дело» от 2007 года. В котором перечислены, представляете, «Спивкис, шофто, червоно, бревет». И в публикации «Наше дело» рассказывается, что вышла некая книга. И в этой книге, в этом словаре медицинских терминов, вот эти вот все слова приведены. Может фейк? Для того, чтобы понять, фейк это или не фейк, мы заходим в Национальную библиотеку имени Вернадского. И находим здесь, о чудо, вот эту вот книгу Нечаева. Медицинский русско-украинский словарь. Что за такой словарь? Что за Нечаев такой? Оказывается, что Нечаев, он же Нечай. И вместе с ним, кстати, книги писал экс-министр здравоохранения Украины. В 2010 году Олег Муси в соавторстве с этим автором писал книгу. Вы представляете, что за Нечаев? Он называется то Нечаев, то Нечай. Ну это один и тот же человек. Что это за человек такой? А человек широко известный в узких кругах. Вот смотрите, Вуняню, он опять-таки с Олегом Мусием, ныне народным депутатом Украины. А вот протокол 2005 года, где Нечаев указан председателем правления Всеукраинского врачебного общества. Это не мальчик с улицы. А вот, к примеру, назначение нового советника-министра. Как только назначили министра, сразу же назначен советник. Кого мы здесь видим? Конечно же Нечаев. Нечаев этот, который написал книгу, он и сейчас себя неплохо чувствует. Вот публикация 2016 года. Национальная научная библиотека. Смотрите-ка, в 2016 году присутствовал глава правления Всеукраинского врачебного товарищества. Нечаев. Я эту книгу нашел. Сейчас будем смеяться вместе с украинскими СМИ. Сейчас приготовьтесь смеяться. Здесь мы находим слово морг. Труп парня. Ну это же смешно. Смеемся. Смотрите, здесь мы находим хирург. Ой, ризальник. Ризальник написано, а? Смешно же, можно же поржать. А здесь мы находим микроб. Так, микроб. Дрибноживец. Дрибноживень. Можно посмеяться. Ну что, давайте начинаем ржать, ребят. Ну что, это же смешно. Но украинские СМИ посмеялись как бы. Посмеялись над человеком, который у них книги выпускает при поддержке фондов Украина 3000. Ну то такое, знаете. Во-первых, российские СМИ в любом случае косякнуло. Потому что они сказали, что вот сейчас идет какая-то компания. Никакой такой компании не идет. Книга опубликована давно. И уже давно все отсмеялись. Зачем сейчас подняли эту тему? Абсолютно непонятно. Но. Когда украинские СМИ решают разоблачить фейк. Они выглядят настолько жалко, что их... Не, ну, я хотел сказать. Хочется пожалеть. Да не хочется их пожалеть. Хочется еще раз пнуть хорошенько. Как навозную кучу. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин